Нет платной парковки! Наболело в один голос, говорят жители семи домов по улице Чистопольская. В начале недели вдоль дороги под окнами появились знаки. Остановка запрещена и платная парковка. Платная парковка перед жилым домом, в общем-то, это нонсенс. Город для горожан – девиз наших градоначальников на сегодняшний день. На сегодняшний день, получается, город не для горожан. То есть мы, наши условия только ухудшаются. Внутридворовая территория почти в каждом из этих домов для автомобилей закрыта. Решением собственников здесь организовали детскую площадку. Проезд держат свободным для пожарных и спецтехники. Поэтому до недавнего времени автомобилисты парковались вокруг домов и вдоль дорог. Для многих машина – это не роскошь. Это средство, это возможность, в частности, для инвалидов, для детей, для семей многодетных детей, возможность улучшить качество своей жизни. Вопрос касается почти трех тысяч человек. Многие здесь живут больше 15 лет и не думали, что поиск парковочного места станет головной болью. По словам жителей, проблема с парковкой у них началась задолго до того, как установили эти знаки. Каждый раз, когда на Акбарс-арене или во дворце водных видов спорта проходят масштабные мероприятия, парковочные места вблизи этих домов занимают болельщики. Жителям приходится оставлять свои машины, где придется, порой даже на газонах или тротуарах. Наши дома стали прекрасным золотым местом для эвакуаторов, которые приезжают у нас утром, днем, вечером. В исполкоме Казани о недовольстве жителей знают, но приводят свои аргументы. Как выяснилось, Комитет по транспорту совместно с ГИБДД Казани решение о платной парковке и установке спецзнаков приняли давно. Все истоки относятся к 2015 году, когда была утверждена комплексная схема организации дорожного движения. И вот в этой комплексной схеме было как раз рекомендовано одним из разделов по улучшению транспортной ситуации в городе Казани – организация парковочного пространства. Тогда же были построены многоуровневые паркинги к этому времени, появилась альтернатива. По словам Марата Хисамудинова, люди паркуются по обе стороны дороги, иногда и в три ряда. Тем, кто движется навстречу, сложно разъезжаться. Случись ЧП, в заторе могут оказаться и пожарные, и скорые. Новые знаки должны разгрузить этот участок в часы пик. Подобная практика на других улицах себя уже оправдала, говорят в мэрии. Мы анализировали посредством датчиков ОСУДД автоматизированную систему управления дорожным движением. Трафик, скорость движения и скорость увеличилась на 5 км в час. На тех улицах, где организованы парковки. А пропускная способность на 18 км в час. Получается, у жителей семи домов на Чистопольской только два варианта парковки. Один в километре от дома, около торгового центра, бесплатно. Или же оплачивать парковку под окнами днем. За вечернее и ночное время деньги не взымаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова